Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дняния Апостола. 20 глава, 29 по 38 стих. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуете, памятая, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Беря в том, что сегодня люди, которые решились быть священниками, епископами, они совершенно серьезно принимают, что через них отвечает Господь Бог, не сверяясь с Библией. Это главная сегодня ошибка всех церквей. Люди хотят узнать волю Божию через тебя. Тебе дано знание, ты учился, семинарии, академии. Теперь ответь, что Бог говорит на этот вопрос? Это и так понятно. Если человек стоит на какой-то ступени власти от мирской, он сверяется с Конституцией, с правами, какое законодательное собрание, какой закон приняла, судебные издержки, и он все абсолютно знает. Здесь ничего не надо знать. Он говорит, и никакого доказательства нет, что это так. Апостол Павел призвал епископов, тогда они все одинаково назывались святерами, прощается с ними, он всех осмотрел. Это его большинство были, может быть, им рукоположенные, и вдруг восстанут лютые волки. Что они подумали о нем? Он сказал, что он о ней думает. Не просто волки. Он говорит, посылаю вас, как овец, среди волков, говорит Господь. Волками называются те, которые противодействовали проповеди Евангелия. Это и коммунисты, и фашисты, и масоны. Все, что было против учения Иисуса Христа. А это лютые. Слово лютые означает неизлечимые, бешеные. От них спасения никакого нет. Лютая болезнь поминается. Она есть, а от нее избавиться никак нельзя. А тот руководитель есть. И они добились своего. Люди стали им верить. На каждом шагу батюшка сказал. Батюшка сказал. На самые простые, нужные вещи ответ один. Батюшка, он благословение получил на это? Земные поклоны делать? Евангелие считают, батюшка, разрешил тебе? То есть, это никакая ересь не придумает того, как священники возвышали свой ложный авторитет. Это означает то, что полностью они вышли. Это лютые волки. Лечению они не поддаются. Это бешеные, приготовленные к расстрелу перед Богом. В Ветхом Завете было определенное колено ливийное, из которого ставили на разные должности. Там и ливиты, и священники, и архиереи, и первосвященники. И их ставили через помазание. И дается рецепт, притом открытый. Столько-то такой травы положить, столько такой. Добавить столько по граммам. И тогда состав, который получится, им помазать. А в конце добавляется. Кто подобное сделает, да будет предан смерти. Вот это открытая. Открытые двери-то. Почему нет осторожей? А потому что везде наблюдение за ними. И если он взял без разрешения, его туша расстреливают. Это китайские мерки. Перед войной были еще. Мы теперь сравниваем с тем, что получилось сейчас. Сколько? В одной только Америке 21 тысяча разных названий. Которые говорят динаминации, конфессии. Это обман. Этих слов нет в Библии. В Библии есть истина и ересь. Два слова. Истина там, где по Слову Божию. Ересь там, где к Слову Божию не прикасались. Совершенность человек ни отношения какого не имеет. Никогда не обладает среди священника. И вдруг проразглашает себя епископом. Сам себя крестит. Руки на себя возглагает. Как Джон Смит. Начало баптиста. 1609 год. А уже в 1939 году в Роджерсе образована первая баптистская. Там они и баптисты пойдут. Менос, Симонс, Менониты. А связь какая есть с апостольскими временами нету. Ни один епископ не перешел. Епископ это матка в улье. Там специально такая большая пчела маткой называется. И она большие яйца кладет. Выпаривает себе замену. Которые дальше роятся, отходят. Так и здесь епископы. Два или три рукополагают. Один не может рукополагать. Уже принятый закон. Апостольское первое правило. И вот мы сейчас просчитали. Как мы-то относимся к этому. Понимаем ли мы, на какой стадии мы находимся. Мировой истории. И тому, что делается в церкви. И будут говорить превратно. То есть наоборот. Выворачивать. Чтобы улечь за собой ученику. Вот выступает сегодня священник. Все время он нападает на других. Не хочу произносить даже его имя. И говорит, разве сидеть никакой. Там побрызгали на тебя. Или песком посыпали. Или слюной даже. Все равно считается закрещение. Вы немало не сомневайтесь. Люди приходят, пишут. Он их утешает. Немало не сомневайтесь. Писание говорит, слепец слепца ведет. И у оба упадут в яму. Это человек, потерявший страх Божий. А он еще и так начал мудрости. Страх Господень. Какие слюни распустили. Какой песок. Идите, и крестите. Едут дороги. Первый раз слышит человек. А вот вода. Что препятствует? Креститься. Если ты веруешь, что Иисус это Господь. Обещанный Мессия. Спаситель Мирвелы. И Диакон Филипп. И Еблух сходят в воду. Сходят в воду. Не так, как у нас иконы. И на них изображение крещения. Стоит Иоанн Креститель. И с какой-то черепушки там поливает Христа. Это везде. Это католически. Это у нас храм. Когда у нас там в городе было. Там я показал. Кажется, убрали. Зачем это нужно? А католичи или все? Католики давно уже потеряли крещение. А крещения нет, ничего и нет. Таинства нет. Все пустое. Ты можешь день и ночь причащаться, ходить. Венчаться. Никакого отношения к небу это не имеет. Бог будет судить по слову своему. Евангелие от Иоанна 12, 48. Мы потом прочитаем. Второе послание Петра. Вторая глава. С 11 по 22 стих. Вторая глава. С 1 по 11. С 1 по 11? Да. Были и уже пророки в народе. Как и у вас будут уже учители. Которые введут пагубные ереси. И отвергаясь искупившего их Господа. Навлекут сами на себя скорую погибель. По частям. Как это знал рыбак? Никакого образования нет. Рыбак. И не знает. Дальше его Бог открыл. Он видит эту картину. Картину может в наши дни. И они будут поступать с вами вот так. Почему? Каждый разберись теперь. Посмотри. Где тебе надо быть. Где нет рукоположения от апостольских времен. Это не церковь. Как вода называют. Это будет ересью. А где рукоположение сохранилось? Сохранилось у католиков. От Петра. У православных. От его брата Андрея. Сохранилось у гриванов, армян, апостоличная церковь. Копты и сирийцы. Пять. Все. Дальше за этой гранью церкви нет. Так говорит история. И далее. И многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении. Вот они последуют пути разврата. С ними разговаривать нельзя. Почему у них образ вратный? И они будут буйно действовать. А что? Ты избрал иди этим. А как можешь их убедить? Ты о себе подумай. Их никак не убедишь. Будущее самоосужден. 3.10 титул апостол Павел пишет. Эретика после первого и второго вразумления отвращайся. Ибо он самоосужден. Вот пригород себе вынес и расписался в ад. Другого места нету. И далее. И из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами, Суд им давно готов. И погибель их не дремлет. В любостяжание. За деньги покупать будет должность. Этот грех называется не всем понятно. Слово симония. Смертный. И тот, кто дает, и тот, кто принимает. Деньги эти погибли. Большие деньги, чемоданы. Говорит, раньше было денег дают. Чтобы его поположили. Ему очень охота на властвоваться в сласть. Он получает. И он не достоин этого звания. И к нему близко не подходи. Он приговорен. И если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав их узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, А праведного лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. По порядку перечисляют. Бог пощинил ангелов. Третья счастье. А сколько? Это, может, миллиарды. Мы не знаем. Дальше перечисляют поток по порядку. Дальше саду, гей-парады. Это все дорога в ад. Самое безобразное, это последнее, то лот мучился, видишь. Как они делают? Оставив естественное употребление женского пола, разжигаясь похотью друг на друга, мужчина на мужчина, делая срам, и получая должное возмездие за свое заблуждение. То, конечно, знает Господь, как избавить от благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Да, мы говорим о том, что здесь сказано. Они не боятся говорить лживо, представлять себя истинными служителями. А ты это знаешь, скажи. Первое, второе разумение, больше не надо, чтобы не заразиться. Отойди. Я не знаю, в Орлове, кажется, 48 только название. Разное. И все это идет через Украину. Все ереси идут. И делающие дело Господне небрежно проклят. А теперь меч Божий опускается, и проклятый меч удерживает. Мы можем молиться не о победе с какой-то стороны, а только плакать и говорить, сколько людей погибает. А в душе, в духовном плане, тысячу раз больше гибнет. Да будет воля Твоя. Из Экииля 34, 2-3. И в Ветхом Завете сильно заботились о пастырях. Они никакие. Видя, что израненный лежит, прошел мимо, даже не остановился. Прича о саморенении. Сын Человеческий, из реки пророчества на пастырь Израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели туг и волною одевались, от кормленных овец заколали, а стада не пасли. Ветхи Завет. Еще сотни лет до пришествия Христа. Это единственный народ, который Бог избрал и дал истинные законы. И как их поправили? А как? Вот я был в Америке. И маленькие приходы. Священник работает, ну какая-то часовая работа. Где-то что-то в столярке или что-то вполне себя обеспечивает. Ну мало, несколько человек. Но никогда не постигает на большее, нежели дал Господь. А вот я то сделаю, буду продавать то-то в храме. Запрещается. Торговля выброшена Христом. Иеремия 23.1.12. Мы считаем Слово Божие. Может кому-то и дома некогда считать. Хотя здесь послушайте. Пророк Иеремия 23. С первого по двенадцатый стих. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастыри, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться, и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь. И воставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя Дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. А пророках, сердце мое, во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я, как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов его, потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда, ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь, зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. Народ не испугался. Когда Степана побивали, он говорит, кого из пророков не гнали, отцы ваши? Это трудно найти. Но они говорили, замолчи. Они угрожали, бросили в колодец грязью, Господь вывел оттуда. И который нападал в правитель соседний, и он знал, что у них есть пророк. Есть такой фильм, Еремия, так и называется. И было сказано им, его отпустить. Куда хочет, пусть идет. А остальные дом, как у царского семейства, полностью истреблены. Иван Генетиана, 10, 12, 14. Теперь о пасторе Христос говорит. Прямо вплотную мы к этому подошли. Кто они, откуда пришли? 10, 12, 14. А наемник не пасторь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник. И не родит, а об овцах. Я есть пасторь добрый, и я знаю моих, и мои знают меня. Отступили. Мы зарегистрировали общину от русско-православной зарубежной церкви. И вот эта политическая щехарда началась когда? Ну давайте в московскую патриархию изучим. Мы там общину не образовывали. И что с ними? Расселись 13 динаминаций всех этих, отдельных отделений пошло. А которые были, они устранились, пастыли, бежали. А все это исполняется на сегодняшний день. Матфея 7, 15-20. Берегитесь, лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли стерновника виноград или с репейника смоклы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Каждый должен сам себя определить. А я в какой стадии нахожусь? К какому дереву могу себя отнести? А что себя может определить? Ну, все-таки приблизительно. Ты увидел, что с этим, да, слава Богу. Пил раньше, не пью. Говорил скверное, отошло. Сидел, молчал, пошел на проповедь. То есть себя можно исследовать. Написано, исследуйте самих себя, верили вы. Или просто так, Бог перекрестил, и вся вера кончилась. Вера проверяется главным делом испытания, которое испытывает проповедник. Самые близкие родные будут враги твои. И это Господь допускает, чтобы испытать твою веру. На спасение твое это влияет. Потому что будут гнать вас, как гнали меня, говорит Господь. На велика ваша награда на небесах. Так на лик пророков бывших прежде вас. Не вы одни. Захария 11, 17. Буря негодному пастуху, воставляющему стадо, меч на руку его, и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. Кажется, а при чем тут правый глаз? А когда стреляет или что-то человек, почему левый глаз преморяет? И поэтому все у него будет бесцельно. А скажут, да это осуждение. Это не окончательный приговор. Может быть, они покаются, но только это очень редко случается. Только когда оказывается в самом трудном положении, все от них отнято, где-то на лесоповале, там можно будет с ними разговаривать. А сегодня подходишь, ну а как я должен жить? Ну Господь и знал торговлю. Ну если я не буду, так соседний, то он приходит, а смотри священный, как живет. Там все продают, молитвы за деньги платят. Сегодня нужно научиться работать физически. Тогда не надо будет тебе переступать эту грань, за которой уже грозит смерть. Матфея 15.14 Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Не ссылайся ты на батюшку. Ты посмотри, по слову он живет. А какая разница? Нет. Да Бог знает, все отвечают. Вместо священника ангел служат. Ты же знаешь это? Да, я знаю, но вижу, что он учится совершенно не по Евангелию. Тут уже отговорки никакой нет. Другое дело, видео, дела беззаконные. Где-то можно снисхождение сделать, побеседовать. Но когда вопреки Библии идет, тут вопросов никаких нет. Оба упадут в яму. Вопрос закрытый. 1 Тимофея 4.16 Какой выход? Мы сейчас посмотрим, что я должен делать в данном священнике. Вникай в себя и в учение. Занимайся симпостоянно. Ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Каждый вопрос решай. Вникай, я поступаю так. А Писание очень так. Оно не сходится. Вот как правило, когда в семье... Это ребенок спит дольше. Да пускай он потом. Девочка тоже спит. Да ладно уж, выйдет замуж. Она тогда уж там некогда спать. Да она привез замуж, она ничего не умеет делать. Почему не разбудили раньше времени? Ты маленько-то посмотри, что дальше-то бывает. У нас лагерь. Позже пяти, я ребенок не вставал. Таких лагерей вообще не было. Вот мы сейчас собираемся в пять. И опять у нас начинается общая молитва. По милости Божией, я об этом уже говорил, стали приходить потеряевские на богослужения. Ровно полчаса. Молимся обо всем. Что касается спасения. От приезжающих, от приезжающих. Благодарим, как дивно Бог благословил. Нынче опять крещение было. Сколько радостей. Смотрю, буквально эфир весь сияет. Люди некоторые не знали. На следующий год уже готовятся на другой день. Посмотрите, как торжественно. Как подготовка шла. Какое испытание было. Как люди заранее побыли на исповеди. И после этого прищищаются. Я больше нигде. И люди говорят, больше нигде это не встречали. А мы ничего особенного не сделали. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Причина заблуждения не знает Писания, ни силы Божьей. Но я буду веровать. А что мне Бог пошлет? Пошлет, когда нужно. И не настаивает на это. Если тебе охота узнать где-то, подойди ко мне. Я вам объясню. Мы тратили огромные средства. Предпринимаемые сиреневские путешествия, которых никогда никто не делал. Это у меня книги, полный комплект. 38 томов за 9 лет. Это не 2, 3 рубля, это 750 евро. И мы 650 библиотек подарили. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. А денег не было. Совершенно непонятно, кто и откуда давал. Богу только начни доверяться. И как-то прознают люди, которых я так ни разу и не встретил. Вы едете, можете поучаствовать. И все время шестезначная цифра. Только в один конец до Португалии нам обошлось на горючие 440 тысяч. Считай полмиллиона. Это как? А доверие Богу. Итак, мы сегодня говорим. Избрав истинного пасты, рукоположенного. Будем хранить верность православия. И освященники, чтобы Бог дал здоровье до следующего года. Потому что все отметили, которые были на Исподе нынешне, как будто мы давно-давно знали батюшку нашего. Так все открыто, так просто, чинно. Это Бог так нас наградил. И за это Ему слава. Чтобы истинные пастыри были везде. Богу нашему слава, хвала, счастье, поклонение. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присни во веки веков. Аминь. Аминь.